Приветствую всех зрителей. Вчера, к сожалению, стрим перед выходом патча не удался. У нас постоянно перебои с электричеством, его выключают, особенно вечером, когда перегрузка, поэтому вчера только стрим начался и сразу у нас свет в 9 часов вырубили, как обычно, на час, поэтому уже смысла продолжать ждать не было. Но сегодня попробую еще раз. Если опять будут приколы со светом, то уже до конца этой жары и уже нормализация обстановки с электричеством придется со стримами подождать. Но, как говорится, игра не ждет. Вышло новое обновление 0.6.9. Много тут всяких полезных фичей и самое главное, конечно, это кампания на Адмирала Ямамото. Но, помимо кампании, есть очень хороший таймер дымов. Теперь мы всегда, заезжая в свои, в чужие, во вражеские дымы, видим сколько до конца. Это, конечно, очень удобный функционал и его реально не хватало. Также, кто заметил, в настройках есть переключение между 9 и 11 DirectX, так что, у кого слабые компьютеры, тоже можно попробовать поиграться. В общем, некоторые полезные нововведения здесь есть. Что же касается кампании Ямамото. Сначала, вроде, я посмотрел, все так классно. Всего лишь 5 этапов. Достаточно думал быстро и весело пройти, а потом посмотрел, что, оказывается, финальное задание. По крайней мере, пока что написано, что будет разблокировано через целых 2 месяца. То есть, получается, получить Адмирала Ямамото можно будет аж к октябрю месяцу. Возможно, это, конечно, такой прикол или есть какие-то способы разблокировки этого времени. Возможно, по прохождению предыдущего этапа там какие-то возможности. Но, по крайней мере, пока что даже еще первый этап я не прошел, поэтому ничего сказать по этому поводу не могу. Но, если это действительно так и надо будет ждать какое-то количество времени для того, чтобы пройти эту кампанию, то это, конечно, грусть и печаль. Потому что, я думаю, что большинство людей привыкли по-быстренькому все эти кампании проходить. Тем более, что данная кампания доступна к прохождению только на 8-10 уровнях. Может быть, не все любят на них играть. Кто-то любит на 7-очках и ниже. И, конечно, возможно, есть желание по-быстренькому упороться, пройти и потом снова играть уже на тех кораблях, которые тебе нравятся, а не на тех, которые разработчики тебя заставляют для прохождения кампании. Плюс, разработчики назвали эту кампанию долгожданным high-end контентом, то есть для высоких уровней. Но, как по мне, это звучит достаточно странно. Потому что кампания это никакой не контент, и то, что нас обязывают играть на кораблях высокого уровня, ну, это не знаю. То есть, если бы какие-то там соревнования были, бои какие-то там, состязания, еще чего-то, то это можно было бы так назвать. А тут просто выпустили кампанию, где миссии надо проходить на кораблях там 8-10 уровня. По-моему, у нас уже такое в игре все-таки встречалось. Ну, да ладно, в общем, как всегда, не без ложки дегтя или меда, не знаю, в бочке чего там. Но, в общем, пока что все неоднозначно. Если сегодня стрим получится, то попробую завершить как раз на стриме первый этап и посмотреть, будет ли разблокировано задание второго этапа, или все-таки действительно необходимо будет ждать 14 дней для того, чтобы пройти уже второй этап в этой кампании. Что касается самой кампании, то тут, как я уже сказал, надо корабли 8-10 уровня, а в некоторых миссиях нужны только корабли 9 и 10 уровня. Поэтому те игроки, у которых нет данных кораблей, то, к сожалению, пройти данную кампанию не представляется возможным. Плюс, если посмотреть следующие этапы, то, скорее всего, нужны будут корабли всех классов, потому что, конечно, возможно, и на одном классе можно пройти, но все-таки есть достаточно легкие и простые задания, которые можно выполнять, быстренько проходя эту кампанию. А есть задания, где придется очень долго заморачиваться, и поэтому желательно, конечно, все классы кораблей. Данная кампания не такая уж и простая именно в плане скорости прохождения, потому что здесь достаточно много необходимо всевозможных достижений получить, много домашки набить, вывести целую кучу модулей, поэтому пройти, как в некоторых кампаниях можно было за 2-3 боя, ты уже разблокировал финальное задание. В этой кампании, скорее всего, это не получится. Плюс, на разных, как я уже говорил, этапах, большинство миссий заточены под определенные классы, и если кто был в рандоме, многие уже вододелы про это, и скриншоты кидали, и стримы устраивали, что именно первый этап, покуда тут большинство легких заданий проходится именно на крейсерах, то, конечно, в очереди сегодня стояли сотни крейсеров. Когда ты жмешь кнопочку в бой, то огромная очередь из крейсеров, и частенько бывает почти полное отсутствие остальных классов. Но, тем не менее, кто боится, что будет там по 10 минут закидывать, бояться не стоит, закидывает там за минуту, но может быть 2, и самое интересное, что, может быть, это мне так везло, но вот я специально сделал бой как раз с прохождением этой кампании, и могу заверить, что все бои проходили при таком раскладе по классам кораблей, то есть в каждом бою 3-4 линкора было, поэтому как раз-то для крейсеров именно есть по кому дамажить, есть по кому стрелять, и это не мир крейсеров, где ты заходишь в бой, и там одни корабли 8-10 уровня, а это крейсера нет. У меня все бои были именно обычные, нормальные, сбалансированные, и линкоры тоже были, поэтому за это можете не бояться, но, по крайней мере, днем было так. Так, какие миссии можно взять, чтобы как можно быстрее выполнить первый этап? Конечно же, это задание на полмиллиона дамага, это задание на 200 тысяч нанесения урона поджогами, и эти два задания 100% надо брать вместе, потому что берете крейсер, прямой урон, плюс урон от пожаров, и, в принципе, если нормально получается поджигать, грамотно вы разводите на ремку, то эти два задания выполняются примерно параллельно, и каких-то проблем не возникает, ну, за 5-6 боев обычно их можно выполнить. Также есть задание на получение 30 тысяч опыта со всеми модификаторами, особенно если у вас есть премиумные корабли, которые получают удвоенный опыт, плюс, или там, ну, в общем, буст к опыту, если у вас активирован прем-аккаунт, то, в принципе, тоже есть смысл взять эту миссию. Ну, и заработать 2 миллиона кредитов, тоже, я думаю, не проблема, особенно при наличии премиумных кораблей, там, 8-го или 9-го уровня. И, в общем-то, вот эти 4 миссии вполне достаточно для того, чтобы уже разблокировать финальное задание. Есть там, конечно, и другие задания, которые некоторым могут показаться не очень сложными, но, тем не менее, как по мне, проще и быстрее всего на крейсерах выполнить именно эти задания. И буквально там за, может, боев 7-8 я уже сумел разблокировать финальное задание, поэтому и рекомендую, особенно если у вас есть корабли всех классов и, тем более, всех уровней, то брать это задание. Можно на опыт особенно сбивать, конечно же, первую звезду и, в принципе, в прохождении первого этапа никаких проблем нет. Финальное задание в первом этапе также получить 30 тысяч опыта со всеми модификаторами, поэтому, опять же, берем просто корабли, сбиваем звезду, можно повесить флажок и первый этап закрывается достаточно просто. Так что всем удачи, желаю в прохождении этой кампании, да и вообще в рандоме в целом. И до встречи на канале. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok